Уважаемые коллеги, из 22 избранных депутатов на заседании присутствует 18. Выпуск правомощи проводят заседание. 16 заседания советских депутатов в городе Кисевский муниципальный район. Третьего созыва объявляю открытым. Славься, Отечество наше свободное! Радских народов, союз легалой! Река металлая, бодрость народная! Ко мне обратились наши краеведы, и я посчитал нужным и необходимым. В данном случае, эти вопросы рассмотреть на соответствующих советах, на городском и на районе. Поэтому, первый вопрос. О сохранении вновь выявленных объектов культурного наследия. Информация. Белобородов Андрей Николаевич, директор фонда возрождение полковой церкви Побинонсов-Ямбур. Георгий Побинонсов-Ямбур. Здравствуйте, уважаемые депутаты. Я сегодня вторично здесь. Неделю назад я уже выступал перед городским советом. Еще раз хочу начать свое выступление с благодарности Александру Ивановичу за то, что он так чутко отнесся к вопросу Новопятницкого. Пригласили меня на городсовет и на районный совет. В Новопятницком на протяжении 19 и начала 20 века проживали родственники Александра Сергеевича Пушкина. Двою родная бабушка София Абрамова Ганнибала Роткер и ее потомки, они здесь жили, и они были у покойных стен Михаила Архангельского храма, который находился около усадьбы. На данный момент документально выявлено 35 близких родственников Александра Сергеевича Пушкина, которые похоронены на территории Михаила Архангельского погоста. И работа еще не закончена, не завершена. Просматривают симметрические книги и думается, что этот список будет также увеличен. На данный момент это единственное в мире место, где на одном участке земли похоронено столько родственников Пушкина. Больше нигде такого нет. Именно поэтому ученые-пушкинисты ставят Новопятницкое в один ряд с Михайловским и с Болдиным. Только те места творчества Пушкина, а здесь родственники, которые жили на протяжении долгого времени. Александр Сергеевич Пушкин также приезжал в Новопятницкое. Летом 1827 года он бывал. Приехал он за немецкой биографией Абрама Петровича Данибала. Потом изменил срочно свои планы. Думается, что пока перевод с немецкого языка был осуществлен. Несколько дней Александр Сергеевич жил здесь, в Новопятницком. И после этого он не поехал в Ливляндию, как собирался, а поехал в Михайловское. И после получения вот этого документа родового, который хранился в Новопятницком, им был начат роман Равеликого. Вот 35 родственников Пушкина. Среди них есть те, которые стали прототипами для его произведений. Погост был уничтожен в 1950-х годах. Церковь уничтожена во время Великой Отечественной войны. С 1974 года территория бывшего погоста стала огородом. И вот уже произошла нелепая приватизация этих участков в 90-е годы. И таким образом сейчас земля, где находится захоронение родственников Пушкина, а посредине стоит памятник Павлу Леонтьевичу Шемеоту, предводителю Ямбурского дворянства и тоже родственнику Пушкина, он продается. И уже есть человек, готовый прикупить этот участок для расширения своих владений и для строительства на нем. Что, конечно же, допустить нельзя. И вот с прошлого года организовалась инициативная группа при историческом обществе Ямбурга Кингисеппа. И инициативная группа пришла к выводу, что нужно срочно выкупать участок земли. Мы встречались с Виктором Эвальдовичем, и Виктор Эвальдович предложил открыть счет и начать сбор средств на выкуп этого участка. Потому что, к сожалению, это только единственный способ сейчас эту землю получить и выкупить ее из частных рук. На протяжении года, а вот было это в апреле прошлого года, собрано небогатой ингредиентой нашего города 50 тысяч рублей. Озвучена сумма, за которую хозяин участка готов расстаться с этим участком, это 700 тысяч рублей. То есть требуется собрать еще 650 тысяч рублей для выкупа этого участка. Что будет после выкупа? Безусловно, это обезопасит эту территорию, потому что никакого строительства здесь не будет. Мало того, Траймеды плотно очень работают с органами местного самоуправления, конкретно с главой Большелудской области. И благодаря ему уже найдены благодетели, которые готовы эту территорию благоустроить и сделать на этой территории мемориальную зону, установить общий памятник родственников Пушкина. И так как Новопятницкая находится на большой дороге, привлекать экскурсии для посещения этого места. Конечно, участок земли Новопятницкого погоста – это малая доля усадьбы. Еще вы знаете, на территории бывшей воинской части пропадают постройки, в том числе каменные особняки. Это дальнейшая работа приведок властей нашего города для музификации этого места. Но на данный момент самый больной вопрос – это вопрос с Михайловским погостом. К сожалению, этот участок оказался наиболее уязвимым, незащищенным, и его срочно надо покупать из частной собственности. Спасать, музифицировать и делать туристический привлекательный объект для нашего района. Дело в том, что на городском совете депутатов эта информация была заслушана, и было принято решение о сборе средств. Мы уже горожане, то есть городские депутаты начали сбор средств, и на следующем совете председатель комиссии по социальной политике Ольга Дмитриевна доложит, и, наверное, уже эти деньги передадим. Кроме этого, вчера я проводил заседание своего аппарата, я обратился к работникам аппарата своего, чтобы они тоже не остались в стороне от этого вопроса, и они уже тоже этим занимаются, собираются деньги по данным проблемам. Коллеги, по вышесказанному хочу добавить, что со стороны моей как гражданина, как частного лица, я также оказал посильный вклад, и считаю, наверное, так же, как и вы все, что это ненормальная ситуация, когда на таких могилах или вообще на могилах располагается огород. Но, к сожалению, так получилось, что сначала эта территория не была признана как исторически-культурным памятником, поэтому давали там участки. И если постройки основные, где была усадьба, они находились в стороне, могилки в другой стороне, но не увидели, попал участок в частное владение. Затем уже в 2012 году началось движение в сторону экспертизы, включение этого места и определение границ этого места как исторически ценного. Поэтому мы имеем сегодня такую парадоксальную ситуацию. Со стороны местных органов власти, швудского поселения, естественно, мы безучастно не останемся, как только это будет приведено в соответствие, то есть участок будет выкуплен из частных рук, мы уже будем решать, включаться в земельный вопрос, какой статус этому участку придать, либо это будет участок поселения муниципального, либо еще как-то. И, естественно, были предварительные переговоры проведены с двумя компаниями, которые готовы подключиться к тому, чтобы там, если не первый данный вид как-то привезти, но хотя бы благоустроить и организовать памятник на этом месте. Когда экскурсии будут ехать, например, в Лангород или в Нару в крепости, заезжали также и туда, и, возможно, какие-то комиссионные деньги мы будем в район получать с этого. Но это, так как говорится, большие планы, которые далеко идут вперед. Но, тем не менее, такая ситуация есть, и я рад, что теперь вы все знаете об этом. Какой отклик уже на какая реакция горожан на этот вопрос, в одном из комментариев сказано. Молодцы городские депутаты, что они начинают с себя. То есть городские депутаты приняли решение начать с себя, то есть поучаствовать своими личными денежными средствами, значит, вот в этом вопросе. Коллеги, здесь как раз это, как говорится, критерий нашего отношения к нашему, так сказать, к нашей малой родине. Я обращаюсь к главному муниципальному образованию первого уровня, что вы должны то же самое сделать на своих советах. Не только выкуп, но и сделать реально хорошее благоустройство там. И завершить работу до конца, поэтому те средства, которые будут на выкуп, их недостаточно в любом случае. Возражений нет? Нет. Кто-то может желать выступить? Спасибо, коллеги. Значит, переходим к следующему вопросу. О работе отдела ЗАГС администрации в Университетском и Муниципальном районе за 15 лет. Добрый день, участники собрания. Отдел ЗАГС является структурным подразделением администрации муниципального образования и Муниципальный район. В 2015 году зарегистрировано всего 3176 актов гражданского состояния. В том числе государственная регистрация рождений. В 2015 году зарегистрировано 788 рождений. В том числе мальчики – 399 человек, девочек – 388 человек. Зарегистрировано 1217 регистраций смерти. Из них мужчины – 650 человек, женщины – 567 человек. Браков. В том числе браков с гражданами иностранных государств зарегистрировано 109 пар. В 2015 году на 82 пары были зарегистрированы меньше, чем в 2014 году. Обыкнутых работ отдела опеки и попечительства и администрации муниципального образования по повышению государственных полномочий. Отдел опеки и попечительства осуществляет свое действие в соответствии с федеральным законом об опеке и попечительстве и областным законом по наденению органов местного управления отдельным государственным полномочиям Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству. За 2015 год из 23 выявленных 16 переданы под опеку. Один ребенок был усыновлен, трое возвращены на воспитание огромным родителям, двое переданы на огромное государственное обеспечение профессиональной образовательной организации и один определен подназор в медицинскую организацию. Основной формой семейного устройства, конечно, остается традиционно это опека и попечительство. По состоянию на 31 декабря 2015 года на учете в нашем отделе находятся 175 опекайков и 38 приемных детей. О работе администрации в медицинском районе с письменными обращениями и заявлений граждан. В прошлом году в администрацию района поступило на рассмотрение 1025 обращений, из них 915 письменных, 110 устных, поступило на личном приеме, через интернет приемную 94. Через аппарат губернатора и правительства Ленобласти к нам пришло 116 обращений. Из них 77 были адресованы губернатору и 39 президенту. При этом в подавляющем большинстве случаев наши жители сразу без обращения по подведомству, здесь у себя дома, апеллировали выше стоящей инстанции. Безусловно, граждане больны обращаться в любые из них, но тем самым они лишь удлиняли срок решения вопроса. Потому что в соответствии с законодательством они пересылаются к тому органу власти управления, в чьей компетенция находится. И в итоге ответ получают от местной администрации. В единичных случаях наши граждане сначала обращались по подведомству, но получив отрицательный ответ, искали правду выше. Но результат оставался тем же, поскольку решения органов местного управления основывались на нормах действующего законодательства, и высшестоящими инстанциями это было подтверждено. Что касается тематики обращений, то она не изменилась. На первом месте вопросы ЖКХ, не удовлетворяет работу управляющих компаний, система начисления оплаты за жилье и коммунальные услуги, благоустройство дорог и площадок и так далее. Мы первыми в Ленобласти избавили наших граждан от необходимости бегать по множеству кабинетов и ждать в очередях при получении муниципальных услуг. Сегодня в режиме одного окна ведется прием документов по 30 муниципальным услугам. Их число было больше, но это не значит, что какие-то из них исчезли из одного окна. Реестр услуг сейчас корректируется, и какие-то ранее отдельные услуги объединяются. Это все самые востребованные муниципальные услуги. Статистика также у вас приведена. Это земельные и имущественные вопросы, ЖКХ и так далее. Остальные услуги оказываются в подведомственных муниципальных учреждениях и в электронном виде. Поэтому нет смысла их передавать в одно окно. В целом, в отдел одного окна в прошлом году обратилось более 10 600 посетителей. При оказании муниципальных услуг документы для удобства заявителей принимает либо одно окно, либо МВЦ. А, собственно, оказанием услуг занимаются профильные специалисты. Система оказания услуг в электронном виде. Это одна из задач так называемых майских указов президента, за исполнение которой строго спрашивают. Пенгисевский район лидирует по числу пользователей электронными услугами. И на прошлой неделе мы были единственным районом области, доклад которого был заслушан на отчетной коллегии областного комитета по связи и информатизации с целью распространения положительного опыта. Государственных полномочий в сфере социальной защиты населения за 2015 год и в 2016 год. Уважаемые присутствующие, тема моего доклада об исполнении государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в 2015 году и в 2016 год. Подводя итоги комитета социальной защиты населения в 2015 году, можно отметить, что прошедший год будет для нас не простым, но в целом результативным. Нам удалось не только сохранить достигнутый уровень социальной защиты населения, но и продвинуться вперед, в том числе с повышением качества и эффективности представления государственных социальных населений. За 2015 год в службе одного окна принято около 12 тысяч человек, и это на 24% больше, чем в 2014 году. В основе работы с населением в части предоставления мер социальной поддержки лежит широкая разъяснительная работа, в том числе с использованием возможности средств массовой информации и интернета. Мы стараемся уделять внимание каждому нашему посетителю. Ежемесячно специалисты комитета выезжают в сельские поселения района с целью разъяснения гражданам о предоставляемых мерах социальной поддержки и помощи. В минувшем году оказано в электронном виде свыше 2800 госуслуг. С района Александра Ивановича Сергеева и главе администрации Виктора Ильича Гешили, всему депутатскому корпусу за поддержку в решении наших задач. Мы чувствуем вашу, еще раз расскажу, поддержку. Когда бы мы к вам не обратились и со стороны администрации, и со стороны всего депутатского корпуса, вот это чувствуется. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ